здравствуйте друзья доброе утро на работу еду от 10 часов и хотел сказать что вчера приезжая домой никого не трогаю а светлана мне говорит вот смотри купила я для таблеточки но для андроида приобретенного с целью вещания там в перископе приобрела значит держалку такую ну называется трайпод маунт трайпод это тренога значит а маунт это крепеж так дословно и вот значит этот самый маунт он же крепеж а мы тут намучились потому что мы одну купили в онлайне другую купили что-то тут не подошло там не подошло как-то почему что-то не не то было ну и я не уже не мог удержаться знаете удержаться не мог и думаю надо трансляцию какую-то поставил на треногу но обычно вот как с камерой там или с аппаратом вот на эту треногу ночь присобачили в горизонтальном положении таблеточку и я вышел на связь вот значит первый раз когда что-то тестировал нас там было человек 250 подписчиков а тут уже было там 310 вот за эти пару дней как ты больше стало я не знаю как как они там попадают честно сказать но ну как-то стало больше и вышел не успел мяукнуть вот только вот раз и тут же какие-то люди пошли потом еще больше пошло потом там чек 50 там присутствовала и у нас это было примерно с 11 вечера до не совсем так с 11 30 до 12 30 ночи и это вот уже была такая вполне полноценная трансляция я просто пытаюсь поделиться соображениями своими по-свежему значит что тут интересно значит во первых то что ты видишь на своей таблетке совсем не то же самое что получается в записи вот там мне человек пишет что выглядит камеру там ночь так опустите чтобы значит лицо полностью вошло а я смотрю меня там полностью вошло лицо в я же вижу вот у меня есть этом полностью лицо а нет значит таки да когда уже на запись смотришь вот там вот так вот был балду отрезала но странно но это надо привыкать что еще там какой-то чудовищно низкое качество получается изображение то есть даже я не знаю как словами это описать но она собственно висит вы можете глянуть я я повесил просто в этот 53 54 минуты потому что мне как-то новую в новинку игрушка такая дайте я подумал пусть народ тоже посмотрит чтобы было лучше представление о том что там происходит у нас качество неважно поэтому я подумал что в принципе эти презентации надо делать с обычной камерой это вот вещание то есть камера камера показывает там вещающего но он там смотрит на какой-то экранчик там дай его бог здоровья но во всяком случае тебя есть звук хороший у тебя есть картинка приличная не не нравится не смотри на его физиономия слушай там мою посуду там или готовь там свой люля кебаб но во всяком случае надо снимать обычной камерой то есть я понял что это вот вот так она неправильно тем более если дома ну ладно там в машине вот я еду значит мне нужна камера нужно эту камеру еще там замучаешься а так вроде из дома нормально очень знаете вот как говорят по-английски челленджинг да так не просто не просто потому что ты говоришь о чем-то и а люди разные интересы разные начитание бах там сообщение тут сообщение здесь сообщение и каждый следующий вопрос он как бы тоже вроде бы ответа заслуживает и хорошие вопросы а ты уже о чем-то говоришь и тебя вдруг раз перебили и иногда мысленно трудно вернуться где ты был вообще так даже до такого доходит то есть это какой-то жанр такой такого конферанса знаете с аудитории там мужик там ты гайда мужик что его да да и вот как бы такой вот я себя таким почувствовал вопрос хорошие темы интересные почти не было дублирования в вопросах ну конечно нам те кто попозже подключается они могут задать тот же вопрос что уже был там сказал два слова и все ничего страшно не утомляет все таки когда аудитория как бы понятная своя привычная там и так далее нет отвлечения на рассказы о том кто ты откуда взялся я смотрю просто некоторые вот у них половина времени уходит на то чтобы рассказать тем кто случайно зашел куда он собственно попал вот у нас нас такого не было совсем и не безобразничал вроде никто то есть я может там не все прочел а потому что как начнешь разговаривать пропадает вот кстати проблема некоторые вопросы не успеваешь прочесть не потому что увлекся чем-то в этот момент а потому что вопрос большой я понимаю что вопрос можно задавать с писишки дать них не обязательно смартфоне это делать вот так и получается так что ты точек написал какой-то вопрос там кнопку нажал бах и вопрос выскакивает и на прочтение вопроса такого там в две строчки уходит намного больше времени чем допустим прочтение вопроса там как у вас со стройкой в этим поход маленький такой а тут а по времени ему дают ровно столько же и вот ты начинаешь читать а вторая половина вопроса там куда-то девается тоже интересное такое явление да в общем очень интересно даже светлана которая так присутствовала где-то сбоку там она но слышит что я говорю иногда то мне начинает что-то такое покрикивать там ты ведь вот это скажи там ты вот то скажи знать так руководить процессом ну вовлекается вовлекается и потом она мне говорит так что ты считаешь я тоже должна участвовать ягла как же а как же вот ведь как мы на одной волне и но но как бы с разных сторон волну так сказать щупаем поэтому у нее там какие-то другие перспективы мы поговорили про тестирование и про программирование в чем разница мы поговорили иммиграционных много вопросов там каких-то я не всюду могу сказать что-то про америку там в общем хорошо так я я не имел каких-то специфических ожиданий так как-то я просто дал этому случится вот я сказал ну пусть вот случится там как она мы посмотрим и пока что у меня очень положительные такие впечатления и я примерно знаю как сделать лучше то есть я понимаю что мы будем снимать на нормальную камеру и что мы не доверяем тому изображению которое там в таблетке а значит там делать там какую-то скидку на представление картинки с той стороны в общем вот тут пока такие дела хотел рассказать поделиться значит никакого расписания вот где-то а когда следующий раз и какое расписание я не знаю меня нет расписания в данном случае было просто настроение попробовать держалку для таблетки все и вот этого настроения достаточно было чтобы там пойти повещать но дело в том что я по времени понимал что где-то мы в районе там пол двенадцатого наверное есть много народу по америке в частности и там и уж тем более там в других местах где просто день и у нас там был были ребята из колорадо а это с нами насколько тут я боюсь соврать может быть даже и не сейчас не знаю какая разница боюсь боюсь сказать не точно но по-любому значит у нас танечка была из колорадо наша студентка на нас на канале вы наверное видели многие спрашивают следят за ее судьбой она очень славная вот танечка была из сакрамент народ был тут рядышком у нас из лос-анджелс сан-диего и там уже у нас отовсюду вот и сибирь и там не черноземья украина отовсюду отовсюду народ вообще такая география очень-очень как сказать впечатляет что ли думаешь нифига себе вот так со всего мира народ в одно и то же время бабки это там присутствует даже некоторые там друг с другом начинают общаться знаете так интересно вроде бы так как-то но от кастинг такой мы тебя тут вот это интерактивный значит и там люди начинают друг другом какие-то темы развивать а я все думаю это мне может вопрос такой потом понимаю что не мне не мне кому-то еще может быть так вот тоже надо глаз наметанный так что я хотел поблагодарить всех тех кто участвовал и я хочу сказать тем кто может быть хочет присоединиться над ну если вы просто там подпишитесь на это дело то каждый раз когда я выхожу на связь значит там у вас будет чуть-то бибик вот и собственно и все я не знаю еще раз я возвращаюсь к теме значит когда у нас очередная очередное там вещание мы конечно можем если если соберется достаточно аудитория такая ну как бы заинтересованы мы можем иметь какое-то какое-то время установленное и там раз в неделю допустим а наболевшим туда да то есть вот подкапливает и мы там значит делаем такой выброс хотя у меня лично такое ощущение что в любое время в какое бы там человек не пошел поговорить всегда есть кто-то у кого есть какие-то текущие вопросы или там просто ему хочется поучаствовать там сказать хай там и так далее вот поэтому я даже не знаю то есть если если вы считаете что нужно какое-то время иметь там раз в неделю ну скажите какое там может быть в комментариях там предложите что-то мне несложно я как бы всегда у компьютера всегда с каким-то девайсом всегда подключен там ко всему на свете поэтому совсем несложно я в принципе из машины могу вот так как мы едем но я не не очень хочу потому что я не из соображение безопасности движения на дороге я не хочу вчитываться во что-то вот там на девайсе каком-то вместо того чтобы вести автомобиль поэтому как-то я считаю что это небезопасная такая небезопасная тактика то есть если комментарии не читать это вообще отключить а так сидеть просто и вещать чуть это наверное можно но как бы нарушает идею разрушает саму идею перископа когда все-таки присутствует интерактивность вопросы ответы как-то так дорогу вы и так видели я уже не знаю там давайте поверну дорогу а чё так я все себя до себя показывать вот вам друзья дорога да улица el camino рил вот справа здание коричневый вот вот это в этом здании как это историческое здание смысле в айтишном смысле в нем когда-то находилась компания когда мы только приехали сюда находилась компания дек digital equipment corporation это была легендарная компьютерная контора потом контора оттуда выехала и туда заехала компания lotus lotus development corporation вот вот та самая лотус ван ту сри лотус ноутс что там они еще делали известно много чего делали известно и вот вот я в этом здании работал когда в лотусе работал могут вот в этом здании сейчас там много разных там как-то так уже не одна компания снимает а много разных и песочков такое вот в этом здании находилось несколько легендарных компаний когда их был еще совсем совсем мало это сейчас тут на каждом углу по легендарной а тогда тогда было очень очень мало до начали мы вчера онлайновый класс и я продолжал вчера вечером и сегодня с утра продолжают люди подходить там записываться подписываться вот тут какая-то дорога не очень ровная получается с какими-то щербатинами и застройки что ли даже не знаю вот и это примерно так половина моего внимания вот сейчас на ближайшую неделю это запустить вот этот класс чтобы уже все устаканилось чтобы все записались организовались и в общем после третьего урока они должны определиться остаются ли они вот и тогда уже мы выходим на такую прямую линию так где там все все просто все расписано все там задействовано подключается новый народ который меня высвобождает частично из того чтобы вести там занятий тогда поэтому вот первая неделя она такая когда нужно выйти вот на ту прямую когда курс выходит на свою крейсерскую такую скорость а сейчас у нас такой переходный процесс ну что же хорошо из одной компании вчера издали корзинку красивую то есть такие подарочные корзинки и там груши какие-то конфеты там хлопья сладкие там еще что-то и я долго не мог понять откуда очень взялась коробкой кто ее прислал пока мне софия не сказала что мы какой-то компании помогали чё-то тестировать там несколько дней менеджер оттуда пришел и с нашими студентами что-то такое там массово они бабахали и они нам вот прислали эту коробку знак признательности значит мы можем теперь повесить объявление такое что буду тестировать за еду да там will test for food это кстати неплохая неплохая идея но надо сказать что в основном съел это преподавательский состав так вот получилось вот такая несправедливость жизни да когда мы учили историю советской школе там ну знаете как в разных странах там в средние века там туда-сюда вот буржуазной революции там и и вот была такая стандартная фраза которая всегда присутствовала в рассуждениях о революциях там про франции в англии там еще что то что вот значит революция совершилась усилиями значит там пролетариата и там кто-то в этот момент был движущей силой это но плодами революции воспользовалась буржуазия которая там чего-то захватила и в общем вот поэтому у нас данном случае тестировали студенты плодами в частности грушами я вчера две груши съем плодами воспользовались вот значит администрация и преподаватели ладно друзья я уже тут на последнем решительном повороте так сказать перехожу в штыковую вот и значит посылаю вам всем привет и хочу сказать подписывайтесь перископе потому что чем больше народу там будет тем осмысленней будет моя моя как бы функция там по выходу в перископ и ответом на вопросы такому вот общению все спасибо счастливо а